Информационная бомба регионального масштаба На минувшей неделе, безусловно, стала история с дезертиром, вооруженным гранатой или гранатами Который попытался дезорганизовать автомобильное движение в городе Уфе Но прежде чем мы начнем обсуждать, что же это было Давайте объективно отследим хронологически то, как нам вся эта история подавалась в средствах массовых информаций И телеграм-каналах, которые, безусловно, подконтрольны Белому дому Уфы В среду 2 августа примерно в 11.00 появились сообщения о том, что неизвестный с гранатой блокировал Нагаевское шоссе Через некоторое время нам показали кадры, где абсолютно пустое шоссе В промежутке между мостом на Пугачевке и поворотом на деревню Карпова По пустой дороге бродил какой-то мужичок с пакетом и вокруг был мирный лес Кадры были очень размыты и сняты явно с камеры ГИБДД Уже к 13.00 выдали кадры, снятые из-за забора, где было видно, что злодей уже ограничен в ареале обитания И вокруг него во множестве стоят автомобили МВД, Росгвардии и других спецслужб И по-прежнему вокруг был мирный, спокойный лес К 13.32 августа стало известно, что злодей некий Ильдар, 39 лет, и он дал дёру от конвоиров Перевозивших его в Базилевку на психоневрологическую экспертизу в рамках уголовного дела за дезертирство из одной из ростовских военных частей Ближе к половине третьего режиссёрам и сценаристам этого действия показалось, что драматизма в сценах явно не хватает И в сценарий внесли срочно серьёзные коррективы Во-первых, граната из одной превратилась сразу в шесть гранат А место действия чего-то переместилось на автозаправочную станцию Для большего драматизма ситуации некоторые СМИ, УФИ сообщили о том, что около АЗС образовался детский сад Мало того, что он там образовался, он ещё и полон румяных, но встревоженных детишек Уже к 15.00 все информационные каналы голосили о том, что кортеж Хабирова по требованию дезертира выехал на место событий Публика затаила дыхание в ужасе, ожидая судьбоносного взрыва и неизбежных кадровых перестановок в высшем руководстве региона Надо отметить, что события этого блокбастера развивались строго по канонам лучших образцов индийского кино Нам показали идиллическую картинку, на которой совсем не было АЗС или детского сада Однако Хабиров и злодей мирно беседуют, сидя на дорожном ограждении около съезда с шоссе на деревню Карпова Рядом скучает боец Росгвардии, одетый в бронежилет, но всем своим видом показывающий, что он то ли не боится шести гранат Вообще, то ли этих гранат, собственно, и не существует Конечно же, Хабиров душевно уговорил мерзавца прекратить противодействовать силовикам и совершать противоправные действия Тут же подконтрольные Белому дому интернет-каналы сообщили о том, что после беседы с губернатором злодей сдал свое оружие и сдался властям А теперь наши вопросы ко всему этому видеоспектаклю Первый и главный вопрос, как убежавший из-под конвоя подозреваемый в тяжком военном преступлении человек Которого транспортировали в Базилеевку, обзавелся аж шестью ручными гранатами Ну, вот если вам предложат поискать гранату, у вас потребуется некоторое время для того, чтобы ее найти И это при условии того, что вы условно свободный человек А этот человек был не свободен, он был уже на гауптвахте, он уже был подозреваемым, он был ограничен в свободе Где-то раздобыл шесть гранат Дальше Вопрос такой Почему злодей не был нейтрализован или, попросту говоря, убит снайперами на безлюдном участке шоссе, окруженным лесом? Они что, ждали, когда Хабиров придет им на помощь? По ходу действия еще один вопрос Почему дезертир с шестью гранатами свободно перемещался от съезда к деревне Карпова до автозаправочной станции До которой, кстати говоря, там больше километра Он перемещался и туда, и обратно И все это происходило под надзором силовиков Ну, все-таки получается, что ждали Хабирова, заранее ждали Ну и, собственно, вопрос такой Откуда у нашего губернатора эта внезапная страсть к чрезвычайным происшествиям? Он и по телефону со злодеем поговорил Он немедленно приехал, не забыв, кстати говоря, в пути переодеться в свежую футболку Видимо, больше подходящую по сценарию В общем, какой-то всплеск интереса дорогого ради Фаритовича к криминальным проявлениям жителей Башкортостана В целом, конечно, видеопродукт телекомпании «Шторы Пикчерс», как в народе называют кинопроизводство госпожи Прочаковской Вызвал массу вопросов и к сценарию, и к постановке Но самый главный вопрос, конечно, не в этом Главный вопрос к Радио Хабирову Зачем это нужно было Хабирову? И кто его уговорил поучаствовать во всем этом постыдном фарсе? Очевидно, что дорогой Радио Фаритович ощущает в последнее время имиджевый провал Провал этот в умах и сердцах жителей республики И, ну, не может его не беспокоить Это проблема И, конечно же, сам Хабиров и его окружение лихорадочно ищут способ поднять авторитет губернатора в народе Но ведь незадача Когда окружаешь себя пиар-специалистами образца Прочаковской Неминуемое наступание в дерьмо обязательно случится Ну, так, собственно, и случилось в этот раз Мне, вот, честно говоря, пока я это все наблюдал, было даже немножко жаль дорогого Радио Фаритовича И иногда так вот он искренне доверяет свою репутацию в руки шарлатанов Что хочется по рукам этим шарлатаном ударить А самому дорогому Радио Фаритовичу протянуть соломинку помощи Но это я что-то немножко сентиментально расчувствовался А теперь небольшое послесловие ко всей этой дурацкой истории Выяснилось, что с большим опозданием Но все-таки Росгвардия прокомментировала ситуацию Сообщив, что она не умаляет героизма поступка губернатора Но негодяя с гранатами все-таки обезвредили сотрудники силовой структуры И вот эта фраза башкирских СМИ о том, что после разговора с Хабировым Преступник сдался властям, оказалась полностью дезавуированной Буквально на следующий день после случившегося В Сирель-Тамаке неизвестный захватил Алко-Маркет И потребовал почему-то приезда ЧВК Вагнер Ну, видимо, Лавра и Льдара с гранатой вдохновили этого негодяя на захват Алко-Маркета Алко-террорист прогадал Пригожин на встречу с ним так и не приехал И пришлось местным силовикам обходиться своими силами Никто, к счастью, не пострадал Собственно, наверное, тем, кто пожелает в дальнейшем продолжить карьеру Ильдара с гранатами Надо понимать, что приедет только Хабиров, а Пригожин точно не приедет Когда эмоции в информационном пространстве немного улеглись Мы в своем телеграм-канале «Открытая политика», на которую вы, кстати говоря, так еще и не подписаны Провели опрос наших подписчиков Мы, собственно, задали вопрос Поверили ли наши подписчики в историю героизма Хабирова и Льдара с гранатой? Или все это бездарная постановка в интересах приподнятия приупавшего имиджа дорогого Ради Фаритовича? В опросе приняло, кстати говоря, неожиданно большое количество подписчиков Более 1300 человек 85% не поверили в геройский перформанс Хабирова И сочли все это постановкой в целях поднятия из-под плинтуса имиджа губернатора И только 15% уверовали в героические порывы нашего дорогого Ради Фаритовича Как говорится, без комментариев 85 на 15 Кому-то может показаться, что просить на поддержание канала – это унизительно и жалко Но мне просить на поддержку открытой политики легко и приятно Тем более, что вы знаете и я знаю, что ни одной копейки из полученных от вас денег я не положу в свой карман Все эти деньги уйдут на содержание канала Так что не стесняйтесь, помогайте открытой политике 100-200 рублей в неделю Это самое то для того, чтобы позволить нам дальше работать, а вам получать правдивую, достоверную информацию Помочь каналу можно единственным способом, перечислив ту сумму, которую вы считаете необходимой На расчетный счет, который мы показываем в каждом нашем ролике, который публикуем под каждым нашим видео И найти его совершенно несложно Делать это полезно и абсолютно безопасно На минувшей неделе средства массовой информации России сообщили о поджоге аж 28 военкоматов в самых разных регионах России География действительно охватывает практически всю Россию Республика Башкортостан тоже не осталась в стороне от этой эпидемии 1 августа на малой родине Радия Хабирова в городе Ишимбай 18-летняя продавщица детского мира попыталась сжечь местный военкомат Злодейка задержана, ее мотивы пока неизвестны Однако примечательно, что в большинстве случаев поджогов, которые прокатились по России Виновники утверждают, что они действовали по телефонному указанию людей Представлявшихся сотрудниками спецслужб, либо сотрудниками банков Сообщали о том, что их шантажировали тем, что вот сейчас кто-то берет кредит на их кредитную карту Либо предлагали списать уже существующие кредиты в обмен на поджог военкоматов Особенно смехотворным звучит версия о том, что кому-то сообщили, что злодей, который оформил на себя кредит От их имени скрывается за дверями военкоматов И надо их оттуда теперь выкуривать при помощи коктейля Молотова Ну, звучит это как бред Тем не менее, исключено, что эти люди договорились между собой Действительно, география событий столь обширна и люди столь разные Допускать какую-то договоренность между собой точно не получается Собственно, злодеи, которые по телефону заставили этих людей совершить вот эти странные поступки по поджогу военкоматов Судя по всему, нащупали слабое место россиян И это слабое место вовсе не патриотизм, вовсе не нежелание идти служить в армию А слабое место – это их карман В большинстве случаев людей шантажировали деньгами И за деньги они оказались способны вот на такие безумные поступки Мы призываем всех наших подписчиков и зрителей быть бдительными Не вестись ни на какие телефонные уговоры о получении кредитов в поджогах военкоматов Все это точно разводки Так что берегите себя и берегите свою жизнь На минувшей неделе жители села Подольское в республике Башкортостан Записали слезное обращение в адрес Владимира Путина Напомню, что село Подольское сейчас с молчаливого согласия башкирских властей Выселяется, потому что некая компания возжелала добывать полезные ископаемые На месте, где расположено это село Жители села Подольское в отчаянии Часть из них уже съехала в предлагаемые квартиры А вторая часть никак не желает уезжать из родной деревни Собственно, сразу после того, как они записали видеообращение к Владимиру Путину Руководитель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин Незамедлительно принял обращение стражащих на личный контроль Мне вот интересно, а поможет вот это все? Или тем, кто в Кремле сейчас недосерых и убогих, обиженных местными царками и олигархами? Ну, посмотрим, будем наблюдать Посмотрим, насколько Путин и Бастрыкин в состоянии помочь жителям села Подольское Вот уже третий месяц подряд жители Уфы, проезжая по проспекту Салавата Юлаева Мимо мечети Ар-Рахим, могут видеть стоящий на земле шпиль минарета Который изготовили взамен упавшего по весне Стоит третий месяц, подъезжал кран, уехал Поставить его на место так и не сподобились ВОЗ, как говорится, крепко стоит на месте И Хабиров принял судьбоносное решение Хабиров придумал создать штаб по решению вопроса с мечетью Ну, собственно, это даже не смешно Ну, а главное, наверное, чтобы этот штаб со временем не превратился в какое-нибудь уютное министерство Которое возглавит в свою очередь очередной родственник уездного бая, оставшийся пока не у дел Реально оперативная, правдивая и достоверная информация уже давно ушла в YouTube и Telegram-каналы Так что не забудьте подписаться на наш Telegram-канал и на наш YouTube И все у вас в информационном смысле будет хорошо Как известно, вранье бывает многих разновидностей Оно бывает наглым, бывает регулярным Бывает непроизвольным, как детский понос Но в республике Башкортостан появилось еще одно вранье Еще одна разновидность лжи Я говорю о ведомственном вранье Это когда в прямом эфире на аудиторию с неограниченным числом лиц заявляется одно А на самом деле происходит совсем другое Вот, например, Министерство транспорта и дорожного строительства Ртом министра Клебанова Уже месяц назад заверяла нас и дорогого Радио Фаритовича В том, что ремонт дороги Сибай-Акьяр начался неумолимым и стремительным домкратом Но что мы видим в реальности? Вот фото, которое опубликовал житель этой местности И на нем понятно, в каком замечательном состоянии до сих пор находится эта дорога Буквально вчера она была вот такой И мы видим в этом случае ведомственное вранье Клебанова Или вот Министерство жилищно-коммунального хозяйства Аккуратным ртом заместителя министра Палтусова заявляет Что отключений коммунальных ресурсов сроком на более чем 8 часов В республике Башкортостан на минувшей неделе не допущено Но что в реальности? В реальности дома номер 2 и 2 дропе 1 по улице Кувыкина в Уфе 2-3 дня сидят без холодной и горячей воды Без всякого предупреждения А на звонки жителей в Уфа-Водоканал им отвечают, что да, произошла авария Что это, если не очередное ведомственное вранье Ну и, конечно же, мусорный коллапс Ртом министра экологии Нияза Фазылова было обещано Что к 1 августа ситуация будет стабилизирована, как он выразился На дворе уже 5 августа И полюбуйтесь, как выглядят мусорные площадки Нефтекамска, Бирска и других населенных пунктов Отдельного упоминания, конечно же, заслуживает ретро-мусоровоз Который применяется в Иглинском районе Получается, что рот министра Фазылова Тоже обдал нас всех ароматным ведомственным враньем Собственно, у меня в связи с этим один вопрос Как долго еще жители Республики Башкортостан Будут терпеть этот краснознаменный хор врунов имени Радия Хабирова? На прошлой неделе Радия Хабиров объявил чрезвычайную ситуацию Еще в 26 районах республики В связи с засухой и катастрофическим положением в сельском хозяйстве региона Аграрии подсчитывают убытки Министр сельского хозяйства с нескрываемым вожделением Предвкушает раздел субсидий и помощи из бюджета Однако катастрофа в сельском хозяйстве никак не мешает господину Хабирову Кататься на любимой карусели так называемого благоустройства Стало известно, что бюджет выделяет очередные 300 миллионов На благоустройство территории вокруг фонтана с голеньким Кураистом Который расположен около сгоревшего кинотеатра «Искра» На спроспекте Октября в Уфе Ну, совершенно отчетливо из-за Араратских гор Раздался торжественный звук дудука В исполнении трио «Абавян», «Айропетян» и «Арутюнян» Из всех утюгов и скороварок российской пропаганды Нам рассказывают, как неожиданно возросло одобрение российского народа В отношении отца нации Владимира Путина Если честно, я немного сомневаюсь в этом тезисе пропаганды И провел в телеграм-канале «Открытая политика» опрос на эту тему В этот раз в опросе пожелало участвовать около тысячи человек, чуть больше И вопрос заданный звучал так Изменилось ли ваше отношение к Владимиру Путину за последний год? 3% опрошенных заявили, что их отношение к лидеру нации улучшилось Еще 6% констатировали стабильно хорошее отношение к Путину, как и раньше А вот 28% заявили, что их отношение к Владимиру Владимировичу ухудшилось И вовсе абсолютное большинство, 63% заявило свое отношение к Путину, как неизменно плохое Собственно, как и прежде плохое Так что не всегда можно верить утюгам и скороваркам Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!